Общее сведение. Анатомически узкий таз уменьшение одного либо нескольких размеров таза, создающие механическое препятствие процессу родов. По данным исследователей в области акушерства и гинекологии распространенность этой патологии колеблется от 1 до 11% и в среднем составляет 3-6%. В наши дни чаще выявляются стертые варианты анатомически узкого таза. Акушеры-гинекологи отмечают, что проблемы в родах обычно возникают из-за сочетания нерезко выраженного сужения с другими факторами. В связи с увеличением среднего размера плода и уменьшением количества случаев ярко выраженного анатомически узкого таза ряд специалистов. Указывают на необходимость пересмотра критериев данной патологии. Ведение беременности и выбор оптимальной тактики родоразрешения у женщин с анатомически узким тазом направлены на предотвращение перинатальной смертности, травматизма матери и новорожденного. Анатомический узкий таз – причины развития. Узкий таз возникает под влиянием множества различных факторов, в том числе аномалий развития, ДЦП, злокачественных и доброкачественных новообразований, остеомоляций, сколиоза, кифоза, спондилолистеза, хромот и различного генеза, например, в результате несоответствия длины конечностей или нарушения нервации. В классических работах, посвященных проблеме анатомически узкого таза, в списке основных причин обычно указывали рахит, костный туберкулез, полиомиелит, плохое питание и тяжелый труд в детские годы, однако, в наши дни эти факторы выявляются нечасто. Анатомически узкий таз может развиваться под влиянием изменений гормонального фона в пубертатном периоде. Специалисты отмечают, что возрастание числа пациенток с поперечно суженным тазом связано с акселерацией, поскольку при интенсивном росте таз быстрее увеличивается в длину, чем в ширину. Доказана связь между возникновением анатомически узкого таза и профессиональными занятиями спортом. Этой патологией страдает более 64% спортсменок. Кроме того, риск формирования анатомически узкого таза повышается при тяжелых стрессах и постоянном ношении плотной обтягивающей одежды. Джинсовый таз, период пубертата. Анатомические нормы и критерии. Для определения размера таза гинеколог производит стандартное измерение между определенными костными выступами, используя тазомер либо сантиметровую ленту. Минимальное расстояние между передними остями подвздошных костей составляет 25 см, между подвздошными гребнями 28 см, между большими вертелами 30 см, между верхним углом ромбами хрелисы и верхним краем лобкового сочленения, наружная конъюгата 20 см. Если один или более из перечисленных размеров меньше нормы, есть основание заподозрить анатомически узкий таз. Пятый размер. Расстояние между самой выступающей частью основания крестцовой кости и лобковым сочленением истинную конъюгату определяют в ходе гинекологического осмотра или путем вычислений. В норме специалист не может дотянуться до выступающей части крестца во время осмотра на кресле, поэтому вычисления истинной конъюгаты проводят с учетом размеров наружной конъюгаты и окружности запястья либо с учетом размеров диагональной конъюгаты и окружности запястья. Считается также, что размеры устинной конъюгаты соответствуют высоте ромба Михаэлиса и индексу Франко, расстоянию между еремной вырезкой и остистоматруском седьмого шейного позвонка. В норме величина истинной конъюгаты составляет 11 см. Классификация распространенными вариантами анатомически узкого таза является плоский уменьшен сагитальный размер поперечно суженный уменьшен фронтальный размер общеравномерно суженный уменьшен и все размеры при сохранении нормальной формы. К редким вариантам анатомически узкого таза относятся кососмещенные, кососуженные, с асимметричными половинами суженные Из-за патологических костных выступов, экзостозов, новообразований, общесуженный плоский таз, другие формы суженного таза. Степень сужения таза определяет с учетом величины истинной комьюгаты 1 степень 9-11 см, 2 степень 7,5-9 см, 3 степень 5-7,5 см, 4 степень менее 5 см. Анатомически узкий таз первой степени встречается более чем в 90% случаев, в второй степени – в 8-9% случаев, в третьей – в 0,2-0,3% случаев. Четвертая степень диагностируется чрезвычайно редко. При поперечно суженном тазе степень сужения оценивают, используя размер входа в малый таз 1 степень 11,5-12,5 см, 2 степень 10. 5-11,5 см, 3 степень менее 10,5 см. Диагностика диагноз выставляют с учетом анамнеза жизни, результатов общего и гинекологического осмотра и данных УЗИ. Врач выясняет, имели ли место болезни, операции и травмы, увеличивающие вероятность развития анатомически узкого таза. В ходе внешнего осмотра специалист проводит все положенные измерения, определяет рост и вес пациентки, выявляет хромоту, ограничения подвижности суставов, искривления позвоночного столба. При проведении гинекологического осмотра выясняет размеры истинные конъюгаты. Для определения плана лечения акушер-гинеколог собирает информацию о предыдущих родах и массе родившихся детей. Затем больную с подозрением на анатомический узкий таз направляют на УЗИ. В сложных случаях применяют рентген-пельвиометрию. Исследования назначают только при наличии достаточных показаний и проводят либо до начала гестации, либо на сроке более 38 недель. Решение о необходимости рентгенологического исследования принимают, если риск родовой травмы превышает риск минимального облучения плода. Показаниями к проведению рентген-пельвиометрии при анатомически узком тазе являются первая беременность у больной старше 30 лет, осложненные роды, бесплодие, невынашивание, повышенный риск развития внутриутробной патологии, эндокринные расстройства, соматические заболевания, аномалии развития и перенесенные скелетные травмы матери, подозрения на несоответствие между величиной головки плода и размером таза пациентки. Перспективным диагностическим методом является МРТ-пельвиометрия, однако, широкое использование этой инструментальной методики затруднено из-за ее высокой стоимости.